Итак, друзья, видел в комментариях пожелание рассказать про печку для фар, самодельную печку для фар, то есть та штука, которая собственно распаивает фары. И, наверное, с учетом, что мы последних видео углубили в тему установки линзованных модулей и вообще линзованных модулей светодиодных, то, наверное, считаю нужным рассказать про нее, потому что штука, возможно, кому-то действительно поможет. И, скажем так, разбирать фары, не имея печки, там уже не важно, заводской, либо самодельной, уже как бы совсем в коробке, как говорится, никто не разбирает. Поэтому мой вам совет сразу, сходу, если приезжаете в сервис на установку линз и видите, что ребята разбирают фары в коробке, распаивают, либо бегите от них, либо с четким осознанием, понимаете, что в принципе ребята будут тренироваться на ваших фарах. Поэтому печка для разбора, для качественного разбора фар просто необходима. Есть варианты печек заводские, пожалуйста, вот на вашем экране заводской вариант изготовления печки, ссылку я на него тоже добавлю в описании. Он, конечно, безусловно стоит денег, но в то же время, да, это заводской вариант и в принципе можете его использовать и его огромное количество ребят используют. Ну установочных студий, по крайней мере, я вижу на видосах у многих, они собственно как раз именно этой печкой и пользуются. Но есть и вторая каборта людей, потому что кто-то делает печки самостоятельно. Идею печки я увидел у другого мастера у нас тут в Твери и собственно захотелось сделать уже конечно свой вариант, но на основе того, что увидел у него. Но давайте в итоге перейдем к обзору этой печки самодельной и собственно там я уже расскажу про отличия, которые собственно есть в разных конструкциях. Итак, первое, что представляет собой печка. Ребята, это просто ящик, в моем случае ящик сделанный из ДСП, который, точнее из фанеры, вру, ребят, из фанеры. Размеры кстати фанеры и вообще размеры печки я вам скажу чуть позже. Сейчас общая конструкция, общий принцип действия. В общем и целом это ящик, который в моем случае имеет колеса, но в случае на самом деле они не очень необходимы, можно обойтись и без них. Давайте, как говорится, к сути этой печки и вообще к ее, так сказать, устройству перейдем. В моем случае крышка у нее открывается сверху и сразу скажу, это как показала практика не самый лучший вариант, потому что когда достаешь фару из печки, тепло быстро уходит. Но сделал как сделать, переделать я уже не буду. Просто на будущее, если хотите там делать печку, возможно тогда вам стоит сделать именно боковой вариант открывания двери, как на заводских печках. Хотя я вот повторюсь пока использую такой. Давайте теперь к сути. И первый момент, который я хочу вам сразу рассказать, это об нагревательном элементе. В моем случае нагревательный элемент, сейчас я уберу кое-какие деревяшки и вы увидите. В моем случае нагревательный элемент это тены. Это тены сделал я так по одной простой причине, потому что второй вариант этой печки я увидел у своего коллеги. У него стоит здесь отверстие просверлено, грубо говоря, для фена и фен подает теплый воздух уже непосредственно в камеру печки. На фене осуществляется регулировка температуры и в принципе все как бы вот все движуха по температуре она идет через фен. Но меня такой вариант не очень устроил, потому что мне не нравится, что фен постоянно загоняет холодный воздух, соответственно горячий из печки стремится всячески уйти. То есть кпд этой конструкции мне не устроило и я решил сделать без использования фена для того, чтобы воздух в печке, как говорится, прогревался максимально эффективно и никуда не уходил. Плюс второй момент, который мне очень сильно не нравился с феном, я несколько раз видел как залетает много-много пыли внутрь коробки, в которой фен греет фару и вот эта тема с забором пыльного воздуха и загоном его в ту камеру, где греется фара, мне совсем не нравилось, поэтому я ушел от этой темы и именно использую именно тот воздух, который есть внутри камеры, просто его прогреваю. Вот именно почему я собственно не понравился вариант с феном, хотя он максимально просто реализуем. Итак, как вы видите это два ТЭНа, а именно две тепловые пушки, они являются собственно основой всей этой системы. Откуда я эти ТЭНа взял? Все очень просто. Ребята, вот такую пушку находите, тут не важно с ножками, она без ножек, самое главное, чтобы она была вот на 3 киловатта мощности и у нее было две ступени, две ступени. Соответственно, она могла работать на полтора киловатта и на три. Вот это достаточно было важно для меня и, собственно, две таких пушки в этом ТЭНе и стоят. Как они подключены? Это крайне важно. Суть в том, что вот прекрасно видно на правом ТЭНе, как собственно к нему подключены. То есть подключены к началу одного ТЭНа, а после первого ТЭНа идет на второй. То есть, скажем так, последовательное подключение ТЭНов вот в рамках одной пушки. И здесь то же самое. Последовательно мы взяли и подключили два ТЭНа в каждой пушке. А оба ТЭНа, вот этих уже, которые последовательно соединены, соединены параллельно. То есть параллельно греет один, параллельно греет второй. Если отключится этот, этот будет работать. Но здесь они подключены именно последовательно, то есть не параллельно. Для того, чтобы у нас получилось не было никакого перегрева ТЭНов, потому что ТЭНы здесь не охлаждаются теперь вентиляторами, как это было в заводском исполнении вот этой пушки. И поскольку здесь нет никакого вентилятора, чтобы ТЭН не вышел из строя, надо именно изменить схему подключения. При такой схеме подключения с ТЭНами ничего не происходит. Они, как говорится, даже до красна не нагреваются, просто нагревают воздух. Это очень важный момент и еще раз на нем акцентирую. Вот посмотрите, именно последовательное подключение двух ТЭНов в одной пушке, скажем так. И то же самое происходит здесь. Потому что, ребят, я честно, я экспериментировал с вентиляторами. Мне хотелось, конечно, сделать циркуляцию воздуха внутри печки с помощью вентиляторов, но я не нашел тех вентиляторов, которые там при 100 градусах адекватно будут работать. Те, которые были на печке, там пластиковые крепления, собственно, превращались в желе и не работали. Поэтому в итоге я сделал без вентиляторов, и для этого, собственно, и понизил мощность печки. Потому что, во-первых, через нее через пушку теперь не проходит такой объем воздуха, она не охлаждается. И поэтому, собственно, мне пришлось сделать последовательное соединение ТЭНов во всей этой печке. Еще очень важный момент тем, кто будет, собственно, всем этим заниматься. Ребят, вот там видны такие уголки. Это крепление... Сейчас покажу. Крепление самой пушки. Ну то есть она стоит не на вот этом цилиндрическом основании, а на вот этих уголках. Они для чего нужны? Ребята, просто они нужны для того, чтобы там был воздух. Чтобы снизу поступал воздух. И проходя через ТЭНы, соответственно, их, во-первых, охлаждало, во-вторых, воздух нагревался. Поэтому снизу уголки стоят для того, чтобы... И там где-то, наверное, полтора-два сантиметра для воздуха. Теперь какой очень важный момент. И вот я вам советую сразу о нем подумать. Вот видите, там узкие керамической плитки. Это очень важный момент, потому что пока здесь не было этой плитки, начало чернеть вот эта поверхность, собственно, от температуры. И дабы защитить ее, я просто керамическую плитку положил на самый пол и на нее уже поставил ТЭНы. Вот таким образом теперь ничего не чернеет. Теперь все, скажем так, работает как надо. Вот тут, кстати, такие капли. Это смола. Это, ребята, смола с досок. Я, к сожалению, с досками тут вот не усмотрел, что какая-то из них достаточно в какой-то было много смолы. А доски эти выполняют, собственно, функцию для того, чтобы просто на них, грубо говоря, лежит фара. Вот на них лежит фара. И количество этих досок также, собственно, можете регулировать, сделать побольше, поменьше. Но в целом я вот пришел к такому варианту. Вот опять же размеры покажу позже. Общую конструкцию, я думаю, вы уже должны понять. Теперь давайте к управлению. Как эта печка управляется? Я уже сказал, что управляется она вот этой, родной кнопкой, которая, собственно, отвечает. У нее вот промежуточных значений, по сути дела, нет. У нее есть только значение выключено и включено. Даже ее сейчас включу. Вот. У нее есть значение выключено и включено. Все остальные не, по сути дела, не задействованы. Тут была вторая кнопка. Это была кнопка вот эта. Это был простейший, скажем так, простейшая регулировка температуры печки. Но поскольку она была сделана вот таким примитивнейшим образом, то есть это обычный такой термодатчик очень архаичной конструкции, меня это, в общем-то, очень быстро перестало устраивать. Я перестал использовать и перешел на цифровой датчик. Эту штуку я брал на алиэкспресс. Ссылку я вам тоже в описании, в принципе, найду. Можете использовать. Что эта штука делает? А все просто. У нее есть датчик, вот в данном случае вот он у меня стоит за такой, кстати, вот двойная дверь, не двойная, двойная стенка. Это очень важный момент в том плане, что эта штука, она защищает вот эту штуку, по сути дела, от температуры, которая здесь. А здесь она вот иногда до 110 может доходить просто элементарно. Кстати, она стала немножко нагреваться, потому что, во-первых, я потрогал вот этот тепловой датчик, температурный датчик, который здесь стоит. Во-вторых, сейчас тены будут уже начинать нагревать эту печку. Так, ну давайте немножко по сути. Суть в том, что это у нас полностью выключает печку, но у меня так сделано, что даже при выключенном она мне все равно температуру на по этому датчику, собственно, показывает. То есть, по сути дела, вот эта кнопка у меня отключает просто тены, но вы можете сделать по-своему. В инструкции по вот этому терморегулятору, собственно, там все есть, как его подключить. Там простейшая схема, нагрузка и я думаю, что справится любой человек, который хоть что-то в своей жизни электрическое подключал. Если не справитесь, тогда лучше или переживаете, что не справитесь, тогда лучше купите готовую и, как говорится, не заморачивайтесь. И вкратце, вот эта вот вся требуха здесь, а именно основной шнур, который, собственно, и заводит у нас. Вот я еще вам не показал, я вам не очень показал, но выход вот из печки, вот он снизу сделан обычным стандартным шнуром, опять же, от вот этой же, собственно, тепловой пушки. Здесь отверстие можно было сделать абсолютно любым, но вот оно здесь такое. Ну вот и сначала у меня запитывается именно терморегулятор, для того, чтобы я еще, собственно, температуру в боксе понимал, а вот этим уже у меня включается либо выключается тены. И повторюсь, идет вот через тот провод, который внизу сделан, вот его должно быть вам хорошо видно, вот он заходит по самому по самому низу, на первый, собственно, на вот этот тен. Печка, кстати, уже греться начала достаточно хорошо. Я переживал за их, собственно, состояние, но в целом за четыре года они никак свою, скажем так, способность проводить и изолировать не потеряли, поэтому, в общем-то, обычные провода вполне меня устроили, хотя сначала я имел некоторые опасения касаемо надежности работы проводов именно при такой температуре. Но, к слову сказать, что температура здесь основная все-таки сверху, а не снизу. Ребята, сразу скажу, основная особенность этой печки и ее отличие от заводских вариантов в том, что в эту печку, вот в эту, конкретно в мою, по моим размерам, влезает только одна фара. Для тех, у кого идет большой объем работы и кто привык там по две фары распаивать одновременно, и вот в этом ее отличие, собственно, от заводских вариантов, она не подойдет, потому что две фары вы сюда не положите, сюда влезает только одна. Вот, но если у вас объем работы не настолько большой, что вам не обязательно, либо вы делаете фары как бы один, и вам не обязательно по две фары пихать одновременно, тогда печка подойдет. Давайте расскажу еще о тех моментах, которые, наверное, забыл рассказать, и которые, как можно эту печку улучшить. Дверь у нее, верхняя дверь, это рояльная петля, но, возможно, я бы все-таки думал бы, возможно, бы я увеличил ее размер, но сделал именно боковое открывание, хотя, в принципе, конечно, я переделывать ее уже не буду, в общем-то, она меня устраивает. Что еще можно сделать? Вот я видел у коллеги, здесь определенные эти газовые упоры, то есть печка открывается, и при небольшом поднятии крышка сама открывается, иногда это удобно. Вот, этот основной момент, и, возможно, я сделал бы еще ее длиннее, вот эту камеру сделал бы больше сантиметров на пять, потому что иногда фара, если достаточно такая продолжительная фара, продолговатая, то приходится мне вот эту штуку, благо она у меня никак не закреплена, немножко подгибать. И, наверное, вот этот термодатчик тоже стоило бы перенести куда-нибудь, куда-нибудь пониже, вот сюда, примерно, наверное, на вот этот уровень, потому что здесь это самый верх, по сути дела, самая холодная часть печки. Также по настройкам этого регулятора, вот я сейчас закрыл, закрыл крышку и моментально начала расти температура, потому что тены уже начали включаться. По настройкам регулятора, здесь можно выставить температуру ту, которая является предельная, то есть выше которой он будет отключать тены, и, соответственно, таким образом вы не перегреете фару. Но важно, конечно, понимать, что где у вас именно термодатчик стоит, чтобы он показывал адекватные именно данные. Вот такой основной момент. Вот она, то есть печка, на самом деле, очень быстро прогревает и фару, и, собственно, прекрасно в этом плане работает, и меня устраивает. Также, наверное, для самых товарищей, кто хочет сэкономить еще сильнее, наверное, этот ящик можно, в принципе, взять из какой-нибудь тумбочки сделать, то есть, точнее, взять готовую тумбочку и, в принципе, ее переделать. Это будет еще гораздо более дешевле, чем пилить, там, ехать в Леруа делать распил ДСП по своим размерам, либо по моим, и таким образом будет еще дешевле, еще дешевле. Но давайте, наверное, перейду уже к размерам, и таким образом, собственно, у вас будет вся информация по изготовлению данной печки. Итак, кратко показываю размеры, которые вам нужны. У нас первое, что есть, это вот две огромных половинки, это лицевая сторона печки, показываю ее размеры. Итак, 750 на квадрат, 750 на 800. Вот две таких штуки вам надо. Это будет передняя часть печки и полная ее копия задней части. Две таких штуки. Так, теперь дальше. У нас есть верхняя крышка и точно такая же нижняя. Вот, к ней снизу приделаны колеса. Давайте размеры этих штук я вам тоже покажу. Размер верхней крышки, значит, у нее ширина 43, 430, прошу прощения, 430 на 780. Это две крышки, верхняя и нижняя. Теперь остались у нас, что? Остались у нас боковушки. Размер боковушки тоже показываю. И высота боковушки это 800. Вот, таких тоже нам надо две штуки. Так, что еще нам надо? Нам надо вот эту перегородку, ее, наверное, можно даже было бы такой большой не делать вовсю. Но я сделал вовсю. Так, давайте примерно размер ее тоже дам. Ширина этой перегородки у нас получается что-то около 40. Тут плюс-минус не важно. Наоборот, я ее с небольшим зазором сделал, чтобы мог ее немножко сдвинуть. 400. Сейчас покажу высоту. 400 на 800. Вот высота внутренней вот этой перегородки. Теперь, теперь высота вот от верха до вот этой поверхности, на которой стоят деревяшки, то есть, которая является основой для там, где лежит фара. 330 получается, да. 330 получается высота, но вы ее можете, собственно, уже сделать сами. Вот, в принципе, наверное, все я вам показал. Основной момент это толщина фанеры. Да, толщина фанеры у нас получается 15 миллиметров. Ну, соответственно, краска уже по вкусу, как вы ее там покрасите. Ну, вот, ребят, собственно, и все. Основной переделки я вам сказал, то есть, это перенести датчик температуры пониже, чтобы он не перегрел вам фару, потому что были случаи, когда подплавляется крепление, вот, на если выставить на 110 и очень долго ждать, поэтому надо его все-таки перенести именно ближе к самой фаре, а не как он у меня стоит. А так, в целом, печка рабочая и вполне себе свои функции уже года четыре выполняет. Хотя, если вы ничего не поняли из того, что я сегодня показывал, или вам это показалось как-то не очень понятно, тогда просто купите готовый вариант. У него действительно есть свои преимущества, в плане того, что вы можете две фары одновременно распаивать. Вот, это был краткий обзор на печку. Напишите в свои комментарии, как бы вы улучшили данную систему, потому что мне это очень интересно и, соответственно, чем больше людей будут думать над тем, как сделать печку еще более эффективнее, дешевле и удобнее, тем лучше. Поэтому с удовольствием присоединюсь к дискуссии в комментариях, но просьба соблюдать определенные, как говорится, рамки приличия. На этом, собственно, обзор на печку закончен и, как говорится, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok